Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оксана. Сегодня я буду рисовать акварелью. Вот этот ландшафт с камнями, полностью из головы, без референса. И вот нечто похожее мы будем сейчас с вами рисовать. Вот, где-то лет пять назад в одном из видео я сказала, что я не умею рисовать из головы. Мне всегда надо что-то видеть. Но я знала, что этому тренируются. Вот я тренировалась, из головы рисовала то просто один камень, то просто одно дерево, то просто одну веточку, то просто какую-то долину с водой впереди. И вот так постепенно-постепенно наслаивается. И в результате сейчас я могу уже нарисовать пейзаж просто выдуманный. Или еще пейзаж, собранный из множества референсов. Например, из десяти фотографий сделать один пейзаж. Что тоже достаточно сложно. Мне кажется, даже сложнее, чем выдумать пейзаж. Вот я сейчас на ходу придумываю композицию, располагаю камни. И в этот момент я думаю не столько даже о камнях, а о белых пространствах, которые я хочу оставить. А это значит, там будет вода. И белые пространства будут показывать движение воды. Ну, конечно, они не будут совсем белые, там будут размытые края. Иногда где-то посредине будет затуманено таким темным, как будто бы там есть камень, и его немножко видно под водой. Эта работа, она как будто бы собирает несколько моих предыдущих видео вместе. Там у меня есть пару видео с камнями, с водой, с спонтанными пятнами. Вот начало этой работы с того, что я смачиваю поверхность. Всё, что выше камней, в принципе, там, где небо, там, где зелень. На данный момент я даже ещё не знаю, что именно у меня там будет. Я просто наношу краску примерно там, где я хочу, чтобы было небо. Я ввожу голубую краску, вокруг разные зелёные пятна, жёлтые. Вот здесь, чтобы камни как-то отделялись, я ввожу разные пятна, где зелёные, где немножко серые. И потом вот это всё высохнет. И из этих пятен я уже буду что-то лепить. Я уже буду смотреть, как это выглядит и что у меня будет из этого получаться. Камни на заднем плане будут не такие яркие, как камни, которые приближаются к нам. Поэтому я допускаю, чтобы краска на них затекала. Но, конечно же, я не хочу, чтобы они совсем сливались, так что кое-где я вытираю влагу. Но, в принципе, вы видите, что они сейчас затонированы под такой же оттенок, такой же краской, как и в верхней части. По краям бумаги вода будет темнее. Это одна из моих любимых красок для того, чтобы рисовать воду. На тюбике написано Cobalt Teal. Это Daniel Smith. Я так понимаю, что это Cobalt бирюзовый. Эта краска гранулирует. Поэтому её обычно используют для какого-то лёгкого подмалёвка, где вы хотите, чтобы были пятна. Вот как раз текущая вода или вода с камнями для этого подходит. Пока что я делаю воду вдалеке светлее. И ближе к нам темнее, то есть гуще краска. Но в зависимости от того, как будут выглядеть камни, эта ситуация может измениться. Когда мы рисуем океан или пишем океан, то обычно сзади вода темнее. И она становится светлее и зеленее по мере приближения к берегу. В подобных пейзажах то надо смотреть либо на натуру, либо пользоваться своими знаниями, либо как-то смотреть, что визуально лучше. Темнота воды зависит от глубины. То есть в океане понятно, что там дальше, океан глубже, поэтому вода темнее. То в подобном ручье мы не знаем, где глубина больше, где меньше. Мы не знаем, что там под водой, что тоже влияет на цвет воды. А также отражение, а также освещение. В общем, мы будем смотреть здесь, как будет казаться выглядеть лучше, так и будем делать. Я хочу сразу основными оттенками заполнить весь лист бумаги. Чтоб не было так, что уже задний план полностью готовый, а потом уже вы рисуете все остальное. Намного легче видеть и представлять, что делать дальше, когда у вас весь лист уже покрыт какими-то формами, красками, оттенками. Если не весь лист, то хотя бы большинство листа. И так как это акварель, то нам нужно помнить о белых пятнах и их не закрашивать. А также надо помнить, что темнее акварель мы можем сделать всегда. А вот светлее уже намного сложнее. Конечно, есть разные методы техники и приемы, чтобы высветить акварель. Но все равно на подобной бумаге это не будет выглядеть настолько же хорошо, как когда эта акварель наслаивается постепенно и форма создается постепенно. И потом ничего вытирать не надо. Что касается бумаги, это самая обыкновенная бумага, не грамма хлопка. Этот альбом был дешевый, я уже об этом много раз говорила. Почему-то меня часто спрашивают, а на какой бумаге вы рисуете, несмотря на то, что видео иногда даже начинается с того, что я показываю, что это за альбом и что это за бумага. Бумага крепкая, я вам скажу, она просто так не рвется. Но все-таки не хлопок и даже не хорошего качества целлюлозная бумага. Это бренд американский, называется US Art Supply и он доступен только в Америке. Но я думаю, что большинству из вас такой альбом и не нужен. На самом деле я уже не дождусь, когда я его закончу до конца и куплю себе какой-то другой хороший альбом с дорогой бумагой. Не буду жадничать в этот раз. Почему-то я обычно покупаю отдельные листы бумаги, это какие-то дорогие, хорошие, качественные бумаги. А альбомы почему-то я всегда покупаю дешевые. Но если не всегда, то большую часть своей жизни я покупаю дешевые альбомы. Почему-то как-то вот в художественном мире, не только у меня, а и в принципе у всех, кого я знаю, вот такое мнение, что работы в альбомах это скетчевые, они неважные, на них не надо много затрачивать. И вот как-то так получаются такие привычки. Но мне лично на самом деле скетчи, наброски часто нравятся больше, чем оконченные работы. И я говорю даже не о своих работах, я говорю о музейных работах. Ну что ж, я сейчас вырисовываю камни, вернее даже не вырисовываю, а пока я их заполняю задним планом, на котором потом пойдут какие-то трещины. Сейчас мне как-то надо сделать общий вид. Я уже определилась, что солнце у меня вверху справа. То есть камни на правой стороне, там где я предполагаю проходит солнечный луч, будут светлее. Да, акварель сложная вещь, потому что вот всё, что происходит сейчас, и всё, что я вижу сейчас, изменится достаточно быстро, через 15 минут, уже тёмное будет не тёмным. И это надо помнить и не спешить. То есть один камень закрасили, нанесли какие-то полутени, оставить его, переходить на другой камень. Тени мы наносим в самом конце. Так что всё, что сейчас тёмное, может быть потом окажется светлым. Мне нравится вот здесь камень. Это, наверное, передний план, я думаю об этом как средний план. Посредине прямо, и у него там слишком много воды, и создаются пятна, и это будет самый класс. Если бы все камни вот так получались, было бы замечательно. Но правда, все камни так и не надо. Те, которые сзади, вообще надо будет как-то размывать, чтобы они не были яркие. Сейчас краска там свежая, и они кажутся сильно яркими. Камень на переднем плане в левом углу. Я считаю, надо делать таким замытым, нечётким. Точно как, когда мы смотрим, то мы видим что-то чётко в каком-то там центральном месте. Но потом всё, что идёт по краям, начинает размываться. На этом листе бумаги почему-то попадается много разных дефектов. Когда лист бумаги влажный, то их видно сразу какие-то странные полосы, иногда пятна. Но это ландшафт, и это всё даже приветствуется, потому что эти все пятна будут вносить разнообразие. Конечно же, если вы рисуете портрет, да, то эта бумага бы не подошла. Или этот лист бумаги. Я, наверное, изрисовала уже половину этого альбома, и первый раз мне так попадается, что страница с дефектами. Но цена 6 долларов за весь альбом. Чего ещё можно ожидать? Такие яркие, тёмные пятна по бокам, кажется, что это смелый шаг, или, может быть, это ошибочный шаг. Дело в том, что всё остальное уже высохло, а эти пятна свежие, поэтому они кажутся такими тёмными. Они, конечно, так не высохнут, это во-первых. А во-вторых, я по бокам всё равно потом буду размывать. Есть много разных способов делать отметки на камнях. Отметки, которые будут давать текстуру, трещины. Один из способов, когда используют какую-то пластиковую карточку. Но мне почему-то это не сильно нравится. Мне больше нравится, когда делаешь какие-то пятна, или проводишь линию, даёшь этой краске возможность прилипнуть к бумаге, буквально 10-15 секунд. А потом быстрым движением пальца, либо салфетки, как бы вытираем эти пятна, и то, что остаётся, будет похоже на текстуру камня. Когда это всё высохнет, то их правда будет казаться, что это каким-то естественным способом получился камень. Посмотрим, как это будет выглядеть в конце. На данном этапе у меня мысли такие, чтобы не переработать, чтобы не сделать камни на заднем плане слишком яркие, чтобы они не получились красивее, чем те камни, которые на среднем плане. То же самое с водой, чтобы вода по краям не получилась красивее, чем в центре. Передний слой в воде был кобальт бирюзовый, кобальт тилл. Теперь я сверху наношу более тёмный оттенок синей краски. Если это ультрамарин, то надо с чем-то его смешать, чтобы он был более тёмный. Я использую индиго, плюс то, что уже там было на палитре, там было даже немножко зелёного и немножко ультрамарина. И вот получился такой оттенок, и я его сверху наношу на этот кобальт тилл. Конечно же, это можно делать только тогда, когда задний план полностью высохнет. Вот поделюсь с вами ещё, о чём я думаю, потому что, на мой взгляд, в живописи, особенно в акварели, не столько важна техника, как сама, я бы сказал о философии, я часто употребляю это слово, философия того, что вы делаете. Например, когда визуально на бумаге листа два предмета соприкасаются друг с другом, мы их можем видеть как два предмета, только если один темнее, второй светлее. Как правило, задний предмет делают темнее, передний светлее. Но совсем не обязательно, что это будет весь предмет темнее и весь передний светлее. Линия соприкосновения, визуальная линия соприкосновения, обычно самая тёмная, потом эта темнота начинает размываться, и сверху камня, там, где уже больше освещения, можно даже оставить белую бумагу. В ландшафтах, конечно, бывают и другие варианты. На термортах обычно всё так чётко определено, откуда падает освещение. Но в ландшафте солнечные лучи могут рассеиваться ветками деревьев, могут разбиваться на несколько лучей, и может так получиться, что задний камень освещен лучше, чем передний камень. И это правило работает точно так. Визуальная линия соприкосновения камней будет темнее, и дальше она размывается в сторону нижнего камня, то есть более тёмного камня. И именно это можно видеть у меня там посредине, где соприкасается этот большой камень, где такие красивые пятна размытые, и камень, который как бы частично под водой, и мы видим немножко его продолжение под водой. Пока вода и камни высыхают, перехожу на задний план. Можно было бы оставить задний план так, как было. Просто вот с тем абстрактом, и уже как-то создаётся впечатление, что там есть какая-то растительность. Но мне захотелось сделать что-то посложнее, так что я приближаю эту растительность. Вот здесь будут какие-то кусты, которые растут очень близко к берегу, прямо за камнями. Стараюсь не перетемнить. Краска у меня жидкая. Когда всё это высохнет, я хочу, чтобы оно было прозрачное, чтобы задний слой не исчез полностью, чтобы не получились жухлые непрозрачные пятна. То есть если я наношу зелёный, то я ожидаю, что он будет светлее, из-за того, что сзади будет проходить жёлтый. Или наоборот, если я наношу жёлтый, то я понимаю, что там сзади есть зелёный, и этот жёлтый немножечко потемнеет, не будет таким ярким. Ну ещё какая у меня задача сейчас? Не нарисовать ничего по бокам красивее, чем то, что посредине. А это очень легко сделать. Как правило, когда стараешься, когда хочешь, чтобы получилось хорошо, и ты как-то переживаешь, чтобы посредине не сделать что-то такое ужасное, и начинаешь вырисовывать по краям. Ну потом получается, что посредине непонятно что, а по краям красиво всё вырисовано. Так что я сразу сделала дерево прям посредине в этом пространстве, ну не совсем посредине, и я его специально как-то изогнула, чтобы не получилось как ровная берёза посредине. Ну а теперь впишу вот сюда другое дерево. Почему туда? Ну потому что пятна так легли, что мне кажется, вот там дерево будет хорошо смотреться. Сначала смачиваю поверхность для ствола. Можно это делать просто чистой водой, а можно разбавленной какой-то светлой краской. Я использовала жёлтую охру. Ну и дальше уже вписываю тёмный цвет. Предполагаю опять, что солнце падает с правой стороны, поэтому стебель у меня с левой будет темнее. На этом этапе я тоже не хочу перетемнить, так как уже такой стиль. Вы, наверное, видели мои видео, где я сразу очень тёмной краской, почти чёрной, в один-два мазка рисовала дерево. Это был другой стиль. Сейчас я буду наслаивать это дерево, оно будет постепенно утемняться. То же самое с листьями. Я смешала зелёный цвет так, чтобы он получился, хочу сказать, естественного оттенка, но дело не в этом. Чтобы он не получился ярче, чем то, что у меня уже есть. Чтобы эти зелёные пятна были светлые, и можно сказать, жухлые. Может не жухлые, а просто не яркие. Потому что позже я сверху нанесу ещё более яркий зелёный. Пока это дерево высыхает, решила нарисовать ствол и разные там ветки для куста. Это дерево на вид молодое, поэтому его ствол имеет небольшой зелёный оттенок. Но это так в моём представлении, в моих мыслях. Возможно, молодые деревья могут иметь и какие-то другие стволы. Теперь сразу видно, что так и просится дерево с другой стороны. Примерно такое же, как и с правой стороны. Но работа будет более сбалансирована, если будет ещё одно дерево. Ну вот сейчас я таким же образом начну рисовать дерево. Сначала смачиваю поверхность для ствола. В этот раз я использовала просто грязно-зелёный оттенок. Теперь опять же с теневой стороны я наношу тёмную краску. И это смесь коричневого цвета и ультрамарина. Коричневый может быть любой. У меня там такое сложное название, что я его не запоминаю. Но в принципе это похоже на жённую сиену. Я предпочитаю жённую сиену больше, чем жённую умбру. По крайней мере для деревьев. Вообще-то жённая умбра это замечательная краска. И один из моих любимых оттенков это смесь жённой умбры и фиолетового цвета. Диоксизийно-фиолетового. Вся эта композиция идёт совершенно спонтанным образом. Вот что показалось надо, то я и делаю. Нет никакого плана, никаких набросков, никаких фотографий. И конечно же возможно на каком-то участке взять и просто всё это испортить. Да, поставить дерево там, где оно не будет смотреться и всё. Но я думаю, с опытом это приходит. То, что громоздкие предметы смотрятся лучше по краям. Например, вот так как большие камни, деревья с толстыми стволами, обычно их рисуют по краям. Если нет, вот как у меня с правой стороны, например, этот большой ствол и он не совсем прямо с краю, как с левой стороны. Вернее, наоборот, я уже стороны путаю. С правой стороны как-то ствол ближе к краю и это лучше смотрится с левой дальше от края. Но ничего страшного, мы там вдалеке нарисуем целую рощу и тогда это пространство заполнится и уже будет выглядеть нормально. Но это все приходит со временем, с практикой, с анализом. Каждый раз, когда вам попадается на глаза какая-то художественная работа и неважно, каким материалом она нарисована, вы себе задавайте вопрос, что в этой работе вас привлекло, что вам нравится. Именно продумайте это. и тогда, когда вы уже будете рисовать свое, подсознательно вы начнете внедрять элементы того, что вам понравилось в других работах. Ну вот, эта работа начинает приближаться к концу. Теперь я прохожу по разным элементам, их анализирую. Там, где соприкосновение темного и светлого, я темное делаю еще чуть-чуть темнее. На камнях я делаю разные пометки, которые будут показывать трещины, всякие углубления. В акварели вообще есть две самые сложные вещи, две самые сложные задачи. Первая это начать работу, а вторая это ее окончить. И окончить работу это сложнее всего. Так как совершенству нет предела. Всегда хочется ну еще чуть-чуть вот здесь и будет лучше. Ну вот здесь вот это подправить и будет лучше. А потом получается, что все так хорошо начиналось и так плохо закончилось. Но это я в целом говорю не про эту работу. Ну что, давайте проанализируем эту композицию и найдем в ней одну большую ошибку. Она бросается в глаза сразу. и это то, что эту работу можно разрезать пополам и получится две. Одно дерево с одной стороны, второе с другой, пополам разрезать и в принципе нормально. И эту ошибку надо исправить. Как ее исправить? Вот эти два больших дерева надо соединить. Дерево с левой стороны и с правой стороны они должны соединяться вместе вверху. То есть для этого надо продолжать зелень, продолжать ветки и сделать такую зеленую полосу, которая соединяет эти деревья и вы увидите сразу, что будет лучше. Вот я сейчас это показываю рукой. И эту зелень я хочу сделать более сочную. Эти ветки у нас будут как будто бы больше на переднем плане. Ну так аккуратненько. Как будто бы они там перекликаются как-то. И в принципе все. Не знаю как вы считаете, но на мой взгляд это уже выглядит намного лучше. Тут сзади небольшая роща, небольшие какие-то там деревья. Вот на мой взгляд когда я добавила эти стволы с левой стороны, то стало как-то выглядеть лучше. И мне не надо чтобы эти стволы были темные. Просто намек, что это там есть. И все. И уже глаза как-то смотрят на все это по-другому. Хотелось бы не сушить феном. Тогда пятна будут более интересные. Но долго ждать. Так что я буду использовать фен. Мой фен это не просто фен. Это акварельный фен, скажем воздух выходит горячий. Такой горячий, что можно обжечься. Вот такое получилось у меня сегодня видео. Вообще ускоренное видео это не мой стиль. Но приходится экономить время. Я надеюсь, что эта работа вам понравилась. Я надеюсь, что вы получили какую-то полезную для себя информацию. Я, например, осталась довольна. Даже удивилась, что как-то что-то собралось вместе. Потому что когда я начинала, когда все это было спонтанно, я была еще не уверена, что у меня будет в этой работе. Кроме того, что я знала, что я хочу иметь камни и воду. Ну что ж, это видео подошло к концу. Спасибо вам всем за внимание. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий. Всего вам хорошего. удачи вам в вашем творчестве. До свидания и возвращайтесь на мой канал. Субтитры